Добрый день всем! Последняя наша поездка, как вы помните, была на Наташкины водопады. Там у нас были такие микро ЧП, поломка хабов, разбитый бампер, погнутая дверь. Некоторые зрители даже подсчитали наши, так скажем, мнимые убытки и даже озвучили, что покатались тысяч на тридцать. Это имеется ввиду и хабы, и покраска, и вмятины, разбитый бампер там, пятое, десятое. Ну, какое-то время мы этим делом не занимались, занимались работой, делами. Ну, наступил момент, и мы решили починить наконец-то Вовен бампер. Дело было вечером, делать было нечего, и решили мы отрихтовать Вовен бампер. Рихтовщики все умные, мудрые люди, и они все очень заняты. Поэтому обращаться мы к ним не стали, вникнем сейчас сами. Большинство из вас бампер Патриота видели только снаружи, то есть его лицевую часть. Что находится внутри, многие не знают. Это как бы такой небольшой набор водопроводных труб, каких-то таких штампованных уголков, ну и всякая такая ерундовина, которая держит всю конструкцию. Сейчас нужно рассоединить этот усилитель из труб от самого бампера, и отрихтовать для начала этот усилитель, а потом уже бампер примерять. КОНКУ 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 ТВ Опа! хороший инструмент кувалда кувалда молоток зубила по-русски подрихтовали нормально уже реально веселей так бампер стоит на месте было начало фильма этого завершения фильма а в процессе в промежутке это два часа снимали ставили снимали ставили снимали ставили снимали подгибали подровняли ну и вот и все долгий нудный скучный процесс который бы не интересно было вам смотреть но бампер подошел нормально кому-то может не особо понравится но нам очень нравится все в принципе неплохо здесь еще конечно такие моменты присутствуют что не прикручено поэтому когда прикрутиться защита под колесом прикрутиться все станет на место то зазоры станут еще немножко меньше да на самом деле ролик очень короткий по ремонту бамперов уаза патриота ну дело в том что после того как мы его починили и отсняли материал я его просмотрел и понял что показывать особо нечего все одно и то же приблизительно 8 7 9 раз мы снимали и ставили постучали с одной стороны подровняли поставили примере не подходит сняли постучали сняли постучали и вот как бы весь фильм сняли постучали методом тыка проб ошибок подгибаний как бы все получилось само собой самое главное бампер там не порвался не забыл зашивать шпаклевать красить а уже металлические детали они рихтуются при поводу при помощи молотка валды ну и чего-нибудь еще вот так следующая поломка это были хабы как вы уже помните тогда я сказал что нужно выпад другие хабы возможно импортного производства возможно а в г или подбирать что-то еще более понадежнее поставив в лесу заглушки какое-то время я ездил заглушка неделя 2 там три плюс минус вот наступил момент купить и поставить другие хабы но прежде чем купить и поставить я решил вникнуть как же они устроены почему они ломаются и можно ли их доделать исправить отремонтировать и вообще вникнуть в процесс если нет тогда купить новые хабы и забыть вообще проблемы если да то нам всем будет интересно узнать как же они устроены и почему они ломаются давайте вместе посмотрим давайте рассмотрим как устроен обыкновенный стандартный хаб уаза патриот значит три болтика сверху шпильки вот такие выкручиваем крышечку снимаем убрали что мы видим мы видим хаб состоит из двух частей делится он примерно плюс минус по центру правая его сторона то есть верхняя его часть силумин там алюминий не знаю точно марку этого металла вы мне еще подскажете 10 раз об этом нижняя его часть это металлическая часть откручиваем также раз два три три шпильки вот они уже предварительно путем и рассоединяем на две половинки правая силумин это механическая часть левая это как ее лучше назвать не механическая часть в ней находится шестеренка ведомая ведущая держится она здесь вот если вы при более близком рассмотрении увидите за счет вот этого стопорного колечка если мы кольцо демонтируем то шестеренка провалится внутрь мы сможем вытащить больше здесь особо такого интересного ничего нет поэтому откладываем это в сторону рассмотрим непосредственно механизм как он работает и как он устроен значит любимая наша ручка стандартный ее внешний вид когда мы поворачиваем по часовой стрелке все это включается против часовой выключается вот я поворачиваю по часовой при повороте по часовой шестеренка выдвигается и внутренние ее шлицы входят зацепление вот с этой шестеренкой делаем все наоборот выключаем шестеренка задвигается и шлицы соответственно выходят из зацепления все как будто бы так очень просто вот эти хабы работали примерно около двух лет вот если близко вы посмотрите то вы увидите какая там уже выработка у них возникла в принципе не особенно большая и возможно возможно эта выработка произошла только лишь из-за того что было не полное включение если было полное включение до включения хорошая ну выработки наверное было бы меньше вот что он заставляет выдвигаться эту шестеренку при повороте вправо ее заставляет двигаться пружина которая стоит внутри вот это самый интересный момент в этом деле здесь есть внутри вот болтик который я сейчас выкручу после этого выкручивания механизм развалится на уже еще более так скажем подробные детали это просто крышка вот снимаю вот пружина вот обратите внимание на эту пружину при любом рассмотрении этой пружины она очень мягкая и очень слабая ну и что мягкая слабая что же конкретно произошло с моими хабами спросите вы меня с ними произошло следующее пару месяцев назад поменял я ступицы соответственно поменял подшипники ступиц смазал плитался рядов все отрегулировал подтянул как положено поставил новые хабы в процессе движения лишний литол выдавила и забила новые хабы а что мы с вами знаем когда хабы забиваются либо их смазывают обильно они перестают по-человечески работать нужно их промыть в бензине прочистить тогда они снова оживают и начинают включаться и выключаться вот подхожу опять проблеме пружинки в моем представлении пружинка слишком слабовато если у нее даже не хватает сил продавить литол солидол то что же это за пружина в первую очередь я хочу заменить пружину на более такую солистую упругую и при этом раскладе я думаю что проблемы с забиванием исчезнут в принципе все ясно все понятно можно собрать прикрутить и ехать точка поставлена но в эту тему вмешался наш друг изобретатель и он сказал что этого мало мало пружинки мало промывки нужно глобально доработать я могу что там дорабатывать все уже понятно садись езжай все хорошо пружин заменил все нет он изобрел нечто в очередной раз это так плюс минус windows 8 где-то так сейчас покажу вам что же он разобрел представляю вашему вниманию два механизма один доработанный другой не доработанный принцип действия поворачиваю шассионка выехала видно да пробую она легко утапливается от руки убрал убрал выдвинул легко утапливается это не доработанный доработанный поворачиваю она выдвинулась и она вообще не утапливается больше убралась выдвинул она не убирается в чем же разница между доработанным и недоработанным разница в следующем посмотрите внимательно что находится внутри в правой стороне вот в правом доработанном там стоят обыкновенные заклепки заклепки где они вот они вот такие заклепки строительные видите для чего они там нужны куда их там вставили вот я разобрал конструкцию немного и показываю вам в разборе пластмассовая втулка и шестеренка шестеренка движется по вот этим же лобочкам как по направляющим и в конце хода шестеренки когда она подошла к своему уже логическому концу была просверлена дырочка и вставлена заклепка чтобы эта заклепка выполнила роль замка с этой стороны тоже самое в конце дырочка и заклепка здесь тоже самое дырочка и заклепка получилось три заклепки в конце каждого хода они были обточены обшлифованы чтобы они не мешали и так далее иначе если их нет шестеренка дошла до конца но она может просто провалиться вовнутрь при раскладе заклепок она не может провалиться она должна вернуться по направляющим только в том случае она выйдет из зацепления вот такая вот модернизация была проведена изобретателем в завершении хочу сказать что хабы для вас теперь уже не тёмный лес это беспонтовая фигня в которой находятся две шестеренки кусок пластмассы и ага соплевая пружина их всегда можно разобрать собрать промыть отремонтировать доработать пружину заменить и еще ездить ездить и ездить я надеюсь после этого фильма проблем с хабами у вас у всех станет меньше до свидания до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok